Тесное сопротивление Гомельского филиала Международного университета МИЦО и Управление Следующего Комитета Республики Беларусь по Гомельской области началось в минулом году. В мае 2017-го БАКИ подписали договор о створении на базе ОСК кафедры правознавства. В початку для проведения практичных занятков створили залы судовых посаджений, где все максимально наближено до реальности открытия криминалистичного полигона и еще один этап реализации двухбакового договора. Профессия следователя, она предполагает определенную визуализацию, потому что лучше один раз увидеть, как говорится, своими глазами, чем 10 раз услышать. 10 раз могут соврать, а глаза они не обмануты точно. Безусловно, вот на этом криминалистическом полигоне, где мы сегодня с вами находимся, который открыли, студенты смогут приобрести практические навыки. Во Управлении Следующего Комитета Республики Беларусь по Гомельской области кажут, что самым складанным было разместить одразу 6 учебных мест на относно невеликой территории, а с допомогой администрации научной установки эту задачу вырошли. Теперь на полигоне можно моделировать реальные следшие ситуации по этих видах злочинств, за которыми наиболее часто сусыркаются следшие жилые покои, где здесь не крадешь, ванная, в которой забили человека, и банковский офис. Тут створена погроза информационной безпицы компании. Нарко-лаборатория – место, за которым каждый следший может сутокнуться в своей практичной деятельности. Вот тут спайсы, мархуана, кокаин. За этой речи, зразумело, несоправные, а ли учиться на их можно. Змоделеванные зараз ситуации будут периодично изменяться, что дозволит ожитивлять больше якостную подрактовку будущих супрацовников правоохранных органов. Причем занятки тут будут проводить не только выкладчики Гомельского филиала Международного университета МИЦО, а ли и сами следшие с практичным опытом работы. А прича того, с нового научного года студенты начнут заниматься еще и по новой программе, которая уличивает сучасные реалии у громадства в приватности размыва и депрозвитие личбовой экономики. По новым программам, которые будут учитывать уже и цифровую экономику, криптоэкономику, технологии блокчейн, ну и так далее. Все современное, то, что поставлено директивой номер 8, чтобы они потом, когда выпустятся и начнут работать, естественно, чтобы они уже не просто, так сказать, имели понятие, а чтобы они профессионально занимались этими вопросами. Олег Синчаров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомит».